Здравствуйте! В эфире Астана Онлайн, программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. В Дворце мира и согласия состоялся гала-концерт «Звезды мировой оперы» в рамках Международного фестиваля оперного искусства. Об участниках программы концерта и многом другом мы сегодня поговорим с гостем студии, ведущим солистом Театра Астана-Опера, заслуженным деятелем Республики Казахстан, лауреатом международных конкурсов Азаматом Желтыркозовым. Добро пожаловать, Азаматов, в нашу студию. Здравствуйте! Для начала предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги. Народная песня Алконер исполнялась многими известными казахстанскими певцами. Сейчас ее исполняет итальянская оперная дива Клара Мелони, которая приехала принять участие в гала-концерте Международного фестиваля оперного искусства. Я в Казахстане впервые. Меня поразил город, люди. Что касается моего репертуара, я исполню знаменитые произведения. А то, что я буду исполнять народную песню Алконер, я узнала всего несколько дней назад. Как певица я должна прочувствовать и знать, о чем она. И в этом, и в произношении мне помогли представители дипломатических ведомств Казахстана в Швейцарии. Еще один зарубежный гость – Хесус Леон. Знаменитый мексиканский тенор исполняет произведения великого абая «Айтамсалем Халамхас». Я исполняю самые известные оперные композиции мира. Также в моем сегодняшнем репертуаре есть и казахские песни. Это очень красивые, богатые, романтические произведения, которые я когда-либо слышал. Мероприятие было полно сюрпризов. Гости вечера смогли насладиться звучанием арии из произведений западных классиков. Джузеппе Верди, Гаэтана Даницетти, Джакамо Пучини, а также сочинений казахстанских композиторов. Виртуозное и блестящее исполнение привело в восторг весь зал. По словам организаторов, такого рода мероприятие – это показатель развития оперного искусства и продвижения казахстанских произведений на мировой уровень. Как мне кажется, проведение вот таких проектов является ярким примером сотрудничества во всемирном масштабе. На самом деле, когда наши музыканты и люди искусства выступают за рубежом, они являются визитной карточкой нашей страны. Азамат, на гала-концерт «Звезды мировой оперы» были приглашены известные солисты оперных театров. И скажите, какие арии, партии они исполнили? И я знаю, что в их репертуаре были и произведения казахских композиторов. Да. Ну, вчера вот прошел очень такой отличный, хороший вечер. Ко дню первого президента республики Казахстан приурочено было. И приехали наши коллеги, вот из-за рубежа, с Италии приехала сопрано Клара Мелони. В Мексике приехал вот тенор великолепно хороший Хесус Леон. Вот они вчера вместе с ними, мы вот из казахстанских, из казахстанских оперных певцов участвовали. Вот я. Дина Хамзина. Да, вот я участвовал. И Дина Хамзина, конечно, тоже великолепная наша мито-сопрано. Это редчайший голос. Такой богатый тембром. Вот баритон, тенор, сопрано, эмото-сопрано. Вот все, кроме баса, конечно, все голоса были задействованы в этом оперном фестивале. И вот мы все пели, конечно, мировую классику. Я исполнил там Руджеры Ланковала пролог. Пели с Кларой Мелони дуэтом. Из оперетты тоже пели, из оперы пели. И казахские народные песни пелись нашими гостями зарубежными. Из оперы Абай песню Айдара, вот Атим Салям Халам Хас, песня Абай, это вот в опере Абай используется как отдельный номер, как ария Айдара. И вот он его исполнил очень великолепно, без всяких акцентов, можно сказать, даже. А кто ему помогал в процессе репетиции? В процессе репетиции, конечно, ему помогали наш дирижер, конечно же, который без него мы не обошлись бы. Это вот Абзалмир Азбекович Мухеддинов, он главный дирижер Астана-Оперы. И, конечно же, там принимали участие оркестр Астана-Оперы. Для публики, конечно, было интересно, когда вот иностранцы исполняли казахские вещи. Вот, Хесус спел Айдам Салям Халам Хас, потом Клара пела Ал Конор, казахскую народную песню. Азамат, вот вы принимали участие в репетициях, поэтому знаете, как бы это закулисье. Как вообще шла эта подготовка и насколько было зарубежным оперным звездам именно овладеть, скажем, техникой исполнения казахских произведений? И вообще произношение звуков, слов. Какие сложности были? Ну вот, после концерта, конечно, мы друг друга поздравляли, своими впечатлениями делились, как сказать, кто как исполнил свои арии, свои дуэты, как бы сказать. И Клара говорит для себя, я открыла, говорит, новый язык, и, говорит, очень было, говорит, приятно. Она вот живет в Женеве, и она вот с Женевы, говорит, наш посолок в Женеве помог ей вот именно с дикцией, с произношением. И как вот с песней, вот Алконор, он помог, говорит, как правильно произносить слова, выучить с ней, да, да. Вообще казахские народные песни и вообще казахская музыка очень близка к итальянскому, очень певучая такая, тягучая, очень мелодичная, как сказать. У нас вот все произведения, хоть и из опер пусть будет, или народные песни будут, вот. Как бы ей, говорит, было мне очень и нелегко, говорит, и, как сказать, ну, она с удовольствием, говорит, я исполнила вот эту песню. А для Хесуса, мне кажется, он, когда Атим Салям Халам Хас пел, говорит, он прям как казах пел, без акцента, без ничего. Вы спели в дуэте с Кларой Мелони, и каково было петь с этой оперной дивой? Да, конечно, было волнительно, с одной стороны. Мы с ней вот на сцене там вальс танцевали, когда вот у нас проигрыш идет, когда вот из опереты «Веселая вдова» мы пели дуэт Ганны и Данилы. Вот. Ну, я этот дуэт не только вот с ней пел, до этого и с Хельсинки приезжали вот наши тоже коллеги, тоже когда посольство Финляндии открывали, вот с ней пели из Хельсинки, вот с сопрано тоже прекрасно, вот с Кларой пели, как будто это из мировой классики, как бы. И, ну, мне было с ней очень удобно петь и легко. Вам не раз приходилось работать с итальянскими певцами оперными, и есть какие-то особенности работы с ними? В отличие от других? Ну, конечно, итальянцы сами по себе такой, такая нация эмоционально очень ярко выражает свои эмоции, как бы, они открыты, общительные, и как бы с ними работать очень легко. Вы, Азамат, очень много выступали на сценах Казахстана, но и часто гастролируете за рубежом. В частности, я знаю, что вам приходилось петь с ансамблем скрипачей, капричей в США. Как вообще вот вы получили приглашение выступать с этим ансамблем? Предложение поступило от Раисы Кожебековны, непосредственно руководителя ансамбля. Говорит, вот мы бы хотели у нас турне по городам Америки, Соединенных Штатов Америки. Говорит, мы бы хотели тебя включить в этот концерт и, говорит, спеть несколько произведений казахских, русской классики, мировой классики. Говорит, ну, мы под рояль там пели и с ансамблем, как бы, казахские народные песни пели, песни Абая я исполнял. Ну, было великолепное гастроли. Мы месяц гастролировали, ездили по городам Америки, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вашингтон. Там маленькие города были, конечно, и большие города были. И чем отличается вообще зарубежное музыкальное пространство от нашего отечественного, на ваш взгляд? Ну, я думаю, сейчас для наших, именно вот оперных исполнителей, оперных песок, классических музыкантов делается много, множество возможностей. В 2010 году я съездил на стажировку в Вену к знаменитому певцу Басу Евгению Евгеньевич Нестеренко. А мои коллеги, вот, как вот Сундиэт Байхожин, Биби Гульжан, Захай Гульниязова, там, с Алматинского оперного театра Андрея Трегупенко, Нуржан Бажикент, Медед Чутабаев, такие вот исполнители, 10 исполнителей, они поехали стажироваться на три месяца в Италию. Они в трех театрах, в трех городах стажировались, в том числе и в Ласкало, в Милане, вот, и в Римской опере, вот, они и в Болонии они стажировались. И прошли, как бы сказать, стажировку и обмен опытом, да. Это для исполнителей, для музыкантов, это очень нужная вещь. Многие европейские страны, они восхищаются нашим национальным культурным колоритом, вот, именно национальную музыку мы не потеряли, говорит. Они говорят, ну, у них многое как-то утрачено. Говорят, ну, вот, как вы это сохранили, и они с удивлением, с восторгом всегда говорят об этом и встречают нас очень хорошо. И, тем не менее же, мы на уровне поем и классический их репертуар, который испоком веков опера зародилась в Италии, в той же Италии, тоже на западе, вот, в Европе. Европейская, английская. Публика, она взыскательная все равно. Да, очень, конечно, да. Перед ними выступать нелегко, потому что они потом дают оценку, они очень адекватно оценивают это вот искусство. Когда мы, вот, Казахстан стал председательствовать в ОБСЕ, мы выступали в Хоббурге, вот, во дворце Хоббург, это вот в Вене. Ну, это Вена, конечно, искушенная классическим искусством, там, просто одного композитора можно назвать, Моцарт, это их, вот, великий композитор, да. И когда мы там выступали, они были в легком таком шоковом состоянии, что Казахстан, вот, да, нас только-только сейчас узнают, где это Казахстан, на карте показывают, они удивляются, какая у вас большая территория, большая страна. Потом мы постоянно с собой всегда сувениры возим, чтобы, интересно, вот, дарить людям. Мы, когда, вот, в Вене были в 2010 году на председательство на ОБСЕ, большой концерт был, вот, Министерство культуры и информации, как бы, для нас сделал большой концерт во дворце Хоббург. Там все знаменитые певцы, начиная с Оливек Мусаевича, заканчивая нами, молодыми певцами, которые вот только-только сейчас начинаем активно работать, как бы, развивать оперное искусство. И они, мы получили очень хорошую, большую, отличную оценку, и, я думаю, сейчас теперь будут считаться уже. У нас оперный театр великолепный. Ну, после мирового турнея, которое, вот, было в пяти странах, да, совсем недавно. Да, вот, в Соединенных Штатах, в Карнегихо выступали, вот, мои коллеги. Все ваши выступления прошли с аншлагом, поэтому вы дали о себе знать уже. Да, 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 это вот, в больших мировых залах выступать, это очень огромное удовольствие и ответственность в то же время. И наши, вот, мои коллеги все получили очень хорошие отзывы. Вот, недавно, вот, большая опера была, проект, вот, в России, вот, идет. Я сам когда-то участвовал в этом проекте, но, к сожалению, дальше на, в данных других этапах не прошел, там, дальше. И, вот, наша соотечественница, наша коллега, вот, сокурсница моя, вот, она выиграла первую премию Салтана Ахметова. Какой зарубежный тур вам запомнился больше всего и чем? Мы ездили, вот, именно Дни культуры Казахстана было во многих странах. Вот, в Южной Корее, в Японии было. В Японии мы выступали в очень шикарном концертном зале. Один из лучших концертных залов мировых считается. Вот, в Японии мне, вот, посчастливо, в этом зале петь. Там такой уникальный зал, что без микрофона, без всяких озвучиваний можно спокойно исполнять. На 2000 мест зал. Вот этот, я думаю, это для всех моих коллег, там, и народного коллектива, Курмагаза я ездил, там, и сифоническое оркестр. Для всех это было, ну, японцы, вы знаете, они очень точно четкий народ такой. И это, и у них в искусстве все это имеется. И вот это запомнилось, конечно. И вот, в прошлом году мы были на Дни культуры Казахстана, в Австрии было тоже, в Мюзик Феррайн. Это тоже один из старинных концертных залов. Тоже там выступали с нашим казахским народным оркестром имени Курмагаза, который в этом году вот исполняется 80 лет. Азамат, а как вы нашли свое призывание, и как вообще пришли в профессию? Я начал петь с детства, как бы, вот, к музыке меня привели, конечно, у меня мама музыкально образованный человек была, вот, она закончила музыкальную школу, музыкальное училище. Но дальше уже профессионально в консерватории дальше не пошла заниматься. Вот, и вот это на мне, наверное, отразилось, и как бы, я дальше продолжил ее путь, как бы, да, ее вот, не сбывшие все какие-то планы. По наставлению мамы, получается? По наставлению мамы, да. По наставлению, вот, бабушки, можно сказать. Я воспитывался у бабушки и дедушки до 8 лет. Как бы, они вот меня, бабушка меня привела вот именно к пению, к песням Абая. Вот мои первые песни, это были песни Абая. Не детские песни были, как там, мне, потом, когда я уже в школу пошел, первый класс, они, многие учителя мои говорят, ты, почему, как дети маленькие, не поешь детские песни, репертуар детский, поешь, говорит, взрослые песни философские песни. Ну, это заметно, вы очень часто исполняете песни Абая сейчас. Да, да, да. Вот, так как я сам жил вот до 8 лет в Симпалатинске, так как я родился в Талткургане, но я воспитывался вот именно в Симпалатинске. И вот бабушка привела к этому, к пению, вот, любовь и, как бы, хотение. А как появилась у вас любовь именно к Копере? Именно к Копере появилась, вот, да, вот, мне было 4 годика, к нам в колхоз приехала вот Роза Багланова. Это великая наша певица тоже, которую прославила Казахстан, и во время Отечественной войны она пела. И вот она пела, и с тех пор я захотел петь. Потом я уже начал, уже возрослее, там, к 6-7 годам, я по телевизору часто тогда показывали Ермейка Серкибаева, Бивгульту Легену, и я себе говорил, вот, на телевизор смотри, я точно буду петь, как Серкибаев. Я даже не подозревал, что у меня будет там баритон или тенор, или какой голос будет. Оперное искусство, певческое искусство, это не бывает такого, все, я вот созрел, готовый певец, мы каждый день должны искать и заниматься. Потому что у нас живой инструмент, это не рояль, где можно подтянуть, там, не скрипка, это живой голос, живой организм. Мы каждый день занимаемся и, как бы, свое мастерство оттачиваем. Вы, Азамат, обладатель, скажем, красивейшего, такого бархатного баритона, и как вы вообще поддерживаете свой голос? Поделитесь секретами. Ну, как сказать, таких прям особых секретов нету. Холодные, слишком горячие. Ну, конечно, это все мы соблюдаем. Вы исполняете и арии, и народные песни, и романсы, да? А также произведения казахских, русских и зарубежных композиторов. А на самом деле, какие партии вам ближе всего и самые любимые? Да. Ну, у меня вот самая любимая партия, это вот партия Абая, творение наших великих композитов Ахмеда Жубанова и Латифа Хамиди, конечно. Это визитная карточка, можно сказать, нашего оперного искусства наравне, как с Бржан-Царой Тулебаева, Муханна Тулебаева. Вот эту партию я очень обожаю. Из русских классиков я обожаю Чайковского, оперу «Онегин». Вот именно партию «Онегина». Я, мой дипломный спектакль был, вот «Онегин» я в Чемкенском областном оперном театре пел, свой дипломный спектакль. И партию «Абая» я вот 23 года исполнил главную партию. Мне доверили, вот наш театр, который «Куляш-байсиль». А из западных опер у меня любимая партия, это из оперы «Дон Карлос» Родриго. Это вот творение великого Верди. Считается, что мечта любого актера сыграть Гамлета. А есть ли у вас свой Гамлет, персонаж, к которому вы стремитесь? Нет, конечно же, есть. Это вот у разных исполнителей разные свои. Я, например, говорю о своих любимых операх и о своих любимых партиях. Сейчас я вот сказал, да, вот как «Дон Карлос». Ну, у нас еще эта опера не ставится, но я надеюсь, сейчас у нас возможности имеются. И в будущем будет постановка этой прекрасной оперы «Дон Карлос». И я вот мечтаю, я готов уже сейчас спеть эту партию. И вот как бы вот, если у актеров Гамлета сыграть, у меня вот спеть «Дон Карлос» в «Дон Карлесе» партию Родриго. Вы сейчас являетесь заведующим кафедрой вокального искусства и хорового дирижирования Казахского национального университета искусств. Среди ваших учеников много ли вообще талантливых, одаренных? Да. Конечно, вот я закончил будущий, когда еще был Казахской национальной академией музыки, я закончил в 2009 году. И сразу меня оставили на кафедре работать, преподавать. У нас в университете практикуется ежегодно. Мы ездим по областям, профориентационную работу проводим, вот объясняем, потому что в глубинках не знают многие, что есть национальный университет искусств. Если в больших городах знают, то вот по улам, по районам никто не знает это вот. И многих детей мы на местах прослушиваем, в районах, в областях, мы ежегодно проводим такую акцию и ездим по областям, по регионам Казахстана, по разным областям и выбираем, как бы отбираем талантливых. Причем детей из глубинки. Из детей, да, из глубинки, из саулов. Талантливых детей очень много. А много ли талантов на селе? Как мы знаем из истории, многие таланты вышли наоборот из глубинки, из села. Да, да, да. Это и сейчас тоже в данное время есть. Ну и сейчас, как сказать, телевидение, интернет, это все есть, и на селе везде сейчас есть. Кто хочет развиваться и учиться дальше, свое профессиональное мастерство оттачивать, они дальше идут, заканчивают музыкальную школу, колледж музыкальный в областях заканчивают. У нас во всех областях, во всех городах Казахстана есть музыкальные колледжи. И потом поступают в наш вуз, в Казахский национальный университет искусств, в консерваторию имени Хурман Газа в Алмате, актерское мастерство развивается в Академии имени Жджугенова. А можете сказать, что интерес молодежи к именно к оперному искусству сейчас растет? Я могу смело сказать, да, у нас конкурс очень большой, именно на кафедру вокального искусства, вот именно на вокальное, к оперному искусству, как сказать, интерес сейчас больше появляется. То есть это уже стала профессией престижной? Престижной профессией. Ну и последний вопрос, Азамат. Участием в каких концертах или исполнении партии вы в ближайшее время порадуете своих, скажем, поклонников? Да. Ну у нас вот в Астана-Опера идут множество концертов и в камерном зале, очень прекрасный камерный зал там есть, завтра будет концерт. Именно вот сцены будут из оперы, из камерных, из оперет и камерных произведений будут дуэты исполняться. Азамат, спасибо за участие в программе, за интересную беседу. Желаем вам творческих успехов. Спасибо. Ну а телезрителям напоминаю, что сегодня у нас в гостях был ведущий солист театра Астана-Опера, заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат международных конкурсов Азамат Желтеркозов. Нашу программу можно также посмотреть на сайте bmtv.kz, смотрите нас по будням в это же время.